Всем большой привет! Меня зовут Ирина Dream, и добро пожаловать на мой канал! Сегодня мне хотелось бы устроить с вами проверку товаров, которые вы присылали мне в Telegram. Я там оставляла пост, выкидаю туда кучу ссылок, и я отобрала все самые такие теплые осенние товары, которые уже веют такой уютной, знаете, атмосферой. Будет одежда сегодня, товары для дома, аксессуары, в общем-то, очень много всего. Надеюсь, видео получится действительно уютным и по-осеннему прекрасным. И хотя сегодня я собиралась записывать это видео вот в этом кардигане, еще достаточно жарко для этого, поэтому пусть он полежит там сбоку. Перед просмотром, как обычно, порекомендую вам подписаться на мой Telegram-канал, чтобы знать больше о моей жизни и внутренней составляющей видео, а также, чтобы не пропускать новые ролики, конечно же, подписывайтесь на этот канал. Ну и влоги я выпускаю на своем втором канале, куда вы тоже можете подписаться. Сегодня будет не так много посылок, которые я заказала именно для себя, которые я хотела заказать, они такие вообще маленькие. И первое я как раз начну с такой посылки, это бюстгальтер, который я примеряла вообще изначально в Тизинес. Я хотела что-то очень такое простое, чтобы был обычный бежевый бюстгальтер с лямками и сзади с застежкой, который был бы для меня как вторая кожа. Но потом я увидела на Wildberries просто аналогичный товар, аналогичный бюстгальтер у бренда Ouzi. Я уже заказывала у них бюстгальтеры, поэтому я как-то доверяю этому бренду, поэтому решила заказать именно там. Тем более, цена вместо двух тысяч в Тизинес была за 960 рублей. Вообще, прекрасная стоимость для такого потрясающе качественного бюстгальтера. Здесь все идеально прошито, он очень мягкий, здесь нежная ткань, и мне настолько хорошо подошла вот эта косточка, настолько правильно она сидит, что я реально его не ощущаю на теле. Это бывает крайне редко у бюстгальтеров с чашками. Поэтому прям рекомендую девочке, его незаметно под белыми вещами, под вообще любыми вещами. И лямочки тоненькие, мягкие, тоже ничего не колет, нигде не впивается, нитки нигде не торчат, швы ровные. И сами чашки сверху, они не выглядывают из-под футболки, а аккуратно прилегают к груди и остаются незаметными. Я заказала для себя, по-моему, 80B, да. Мне отлично подошел этот размер. Я заказывала и 75B, вот, но там было мне не так комфортно. А этот размер просто великолепно на мои параметры сидит. В общем, довольно не всегда просто бывает, что чашка вот широкая, а мне именно такая и нужна. Короче, оставляю на него ссылочки в описании, как и на все, собственно, товары в сегодняшнем ролике. Следующая вещь из вашей подборки, это вот такое платье. Девушка просила меня его заказать и проверить, и у меня неоднозначное впечатление о нем. Мне нравится идея, мне нравятся цветы, и эти цветочки очень симпатичные. Платье вообще в винтажном стиле, но я заказала сначала себе свой размер 46-й, он оказался сильно большой, и я перезаказала его в 44-м цвете. Хочу сказать, что сам цвет платья отличается от цвета на карточке товара. Он более темный, но это меня не сильно испугало, потому что именно таким я вижу осеннее платье. А более светлые оттенки зеленого уже как-то мне к весне ближе. Ну, это чисто такое мое видение. И, к сожалению, 44-й пришел у меня с дыркой. Вот таким образом эта дырка выглядит. Она вот здесь прям распорота, и это невозможно аккуратно зашить, если только у тебя нехорошие пророки, которые умеют зашивать любые дырки. Очень правда так неаккуратно порвана, если так можно сказать. Ой, будь здорова. Сама ткань тоже меня не радует. Это полиэстер, и внутри посмотрите, какая подкладка. Ну, тоже, ну, такая. Прям совсем не очень. Просто платье стоит 3000 рублей. И я считаю, что за эту стоимость можно было хоть чуть-чуть добавить хлопка, например, да. Ну, прям совсем не упорадовало. Я даже не знаю, вот как мне сейчас это все дело сдавать. Определенно буду сдавать, и этот случай меня еще раз научил, что надо проверять все товары в пункте выдачи. Я заказывала его в пункт, и это была моя ошибка, что я не проверила это платье сразу. Хотя много товаров я заказываю курьером, и тут тоже как бы, да, не отдашь обратно сразу курьеру, как в пункте. Но идея у платья просто отличная, и прямо-таки верить сразу осенним настроениям. Следующий товар – это свеча. Я сразу влюбилась в нее, как только перешла по ссылке и увидела. Спасибо большое девушке, которая мне прислала эту свечу. Она пришла в целости и сохранности. И здесь, прям как и у Zetter, двойная упаковка. Все так симпатично выполнено, спокойно можно брать на подарок. Это бренд Feelings Boxes and Candles написано. И здесь вообще я думала, что свеча будет еще в два раза больше, хотя изначально по картинке понимала, какой примерно у нее размер. Здесь открыточка с пожеланиями, и внутри много бумаги, и, собственно, сама свеча внутри оранжевой бумажки. Такой цвет тыквенный, да, сразу становится очень уютно и пахнет тыквенным пирогом. И, собственно, свеча называется «Пряная тыква». Симпатичный рисунок, очень красивый шрифт, и здесь деревянный фитиль. Ой, пахнет просто супер! Знаете, пахнет ванильной тыквой. Если вот на пирог налить ванильный такой крем, и это пахнет именно так. Просто потрясный аромат. Вот прям как у свечей в Buffon Ready Works, не побоюсь этого сравнения, потому что действительно вообще... А верхние ноты? Цедра лимона, тростниковый сахар. Вот именно их я и слышу сначала. Средние ноты? Тыквенное суфле, кленовый сироп. И базовые ноты? Корица, ваниль, гвоздика. Хочу сказать, что именно все эти ноты я и услышала. Свеча действительно потрясающего аромата, и я от нее в полном восторге. Она дополнит мой интерьер осенний и добавит определенного уюта. В общем, не жалею ни рубля, которые были потрачены на эту свечу. И еще раз спасибо моей зрительнице. Находка, что надо, конечно. Будет еще сегодня, кстати, одна свеча в обзоре. Я думаю, вы заметили, что обычно у меня в образах присутствуют минималистичные украшения. И, как правило, это украшения из серебра. И я на Wildberries нашла классный бренд, называющийся Silver Me. Здесь серебряные украшения. И посмотрите, в каких тоже красивых, симпатичных упаковках они приходят. И очень классный девиз. Самое лучшее украшение – это ты. Я заказала такие красивые, минималистичные сережки, каф и такую красивую подвеску на руку. Давайте скорее смотреть. Хочу еще уделить внимание упаковке. Смотрите, в пакетике идет еще дополнительная картонная упаковка, которую вы можете использовать в качестве подарка. Вот в таких контейнерах пластиковых приходят сережки, ну а также и другие украшения. Здесь есть проба. Вы, допустим, кладете все это внутрь и упаковываете как подарочный такой боксик. Вот таким образом. Смотрится так стильно и очень минималистично. Рада, что ты стала частью нашей семьи. Уже 20 лет мы создаем украшения и заботимся о красоте образов тысячи девушек. Действительно, очень много отзывов у этих украшений было. Ну, я понимаю прекрасно, ведь такая невероятная упаковка и украшения не стоят прям очень дорого. При этом это все серебро, которое покрыто родием, благодаря которому они не темнеют и радуют вас годами. В общем-то, вот такие сережки взяла, которые так аккуратно обвивают ухо. Смотрятся очень элегантно и минималистично, а также будут сочетаться со всеми моими такими же минималистичными цепочками. Такие украшения подойдут под все образы. Они смотрятся очень так аккуратно и добавляют определенную нотку в образ. И вот даже можете посмотреть, я в этой майке выглядела бы ну очень просто. А вот так вот сразу расставили акценты и стало намного интереснее и интригующе. Ой, сережки выглядят, конечно, восхитительно. Очень красиво мерцают камушки. И следующее это каф. Кстати, везде еще разные открыточки лежат в каждом украшении. И каф этот тоже выполнен из серебра. Наконец-то каф у меня не будет темнеть. Я вообще очень стараюсь покупать сейчас только украшения из серебра. Это очень близко мне. Каф достаточно такой объемненький. И я давно такой и искала. Вообще все украшения у бренда не стоят в основном больше 2000 рублей. Я такое встречаю крайне редко. И вообще то, что у этого бренда такая история, при том, что он был рожден в России, как и написано на этой упаковке. Это очень ценно. У этого браслетика 9 фионитов. И он регулируется от 16 до 19 сантиметров. И вот так вот можно его носить. Ну все, теперь я чувствую себя не голой. Кстати, есть ли среди моих зрительниц, которые без сережек чувствуют себя как-то голой? Я знаю, это очень распространенное чувство у девушек. В общем, да. Теперь мой образ полностью собран. Следующая вещь, которую мне посоветовали, это Пала Санта. И их я уже открыла. И не просто так. Дело в том, что мы сегодня пришли свадьбериться и положила я все эти посылки на пол. И Мэри, моя кошка, которая сейчас стучится в дверь, она просто начала дико как-то реагировать на закрытый даже пакет. Потому что запах Пала Санта, он просачивает через него. Если честно, я до этого никогда не покупала Пала Санта. Но знаю то, что очень многих этот запах успокаивает. А я даже его никогда не слышала. Мне было интересно попробовать. Вообще, это выглядит очень уютно. Даже просто, да, вот вся эта эстетика. Мне захотелось попробовать именно осенью, чтобы как-то вот вдохновиться, может быть, и придать определенной атмосфере. Но, собственно, вдохновилась моя кошка очень сильно. Сегодня открыли ей одну палочку. Она ее и полизала, и погрызла, и покидала. И как-то прям настолько у нее была бурная реакция. Ну, в общем, да. Я оставила эту палочку. Она, в общем, потом, конечно, уже устала от нее. Но все-таки подходит вот так периодически, за целый день к ней каждый час. Действует, в общем, как хорошая кошачья мята. Расскажите, реагируют ли ваши кошки так же на Пала Санта? И что же, на что же может быть такая реакция? Я посмотрела состав, да ничего тут такого внутри нет. Паковка, вообще, конечно, очень стильная, эстетичная. Меня порадовало. Прямо как настоящее украшение, драгоценное. Произведено на побережье Южной Америки. Сладковатый аромат с нотками цитрусовых, кедра, мяты и ладана. А также целебные свойства, известные коренным жителям Перу и Эквадора на протяжении тысячелетий. Ну и, собственно, в составе это настоящий Пала Санта. По идее, ничего такого, что могло настолько прям привлечь мою кошку. Если честно, пока запах не очень поняла. Не могу сказать, мне это понравилось или нет. Ну, вроде приятно, но не так, чтобы я прям влюбилась в этот аромат. Надо, думаю, сделать так пару раз в определенной такой спокойной уже обстановке. И тогда обязательно потом напишу в телеграм-канале свой отзыв. Следующая вещь это вот такой бюджетный кардиганчик в твидовом стиле. Он идет в полоску. Здесь такие красивые бежевые оттенки. Бежевые в сочетании с коричневым. Пуговицы такие же, как на твидовом жакете. Они не очень хорошего качества. Пластиковые. И, ну, в целом, за тысячу рублей я считаю, что это хороший кардиган. На данный момент, правда, к осени цена его поднялась. Я покупала за 1100. А сейчас я проверить решила. 1600 уже у меня немножко вопросиков возникает. Как бы 1100 и 1600 это большая разница. Произведено в Турции. И у нас состав, я так понимаю, засекречен. Да, к сожалению, состава нет. И если вы посмотрите внутрь, здесь очень много ниток. Они прямо все вылазят. Тут как будто бы вы сами вязали этот свитер, не будучи новичком. Не очень качество, хорошее. Если, конечно, сравнивать с кардиганами от AIM Claw, которые ты покупаешь там сразу себе на 2-3 года. Эти кардиганчики остаются в тренде всегда. Они очень минималистичные и качественные. Этот, наверное, не для всех за счет своих пуговиц. Ну да, и стиль все-таки это немного разный. Ну, я бы поставила этому кардигану, несмотря на нитки, все-таки четверку. Потому что сама задумка и идея очень хорошая. Вот прям все то же самое, как с тем платьем, только чуть-чуть получше. Следующая вещь небюджетная. Я еще ее не открывала, только сегодня получили. И да, опять же. Я ее не примерила. Ну, ладно. Это комплект для белья, будь что будет. Я очень была удивлена, когда увидела его. Потому что для меня ежики это всегда про осень. Если посмотреть тоже коллекцию Кюхенленд, у них сейчас тоже такие классные тарелочки с ежиками. Всякие подставочки с ежиками, которые навеивают всю эту осеннюю красоту. И это вот такой комплект. Я вроде померила себя, посмотрела по размерной сетке. И этот комплект белья вы мне прислали с этими милейшими ежиками. Здесь трусики и лифчик. Я так понимаю, все это ручная работа. Да. И рекомендация по уходу здесь стирать при 30 градусах. Очень долго делали, возможно. Может быть, просто доставляли этот комплект. И все отзывы были о том, что долго, в общем-то, ждать. Но я дождалась. Он ко мне шел, мне кажется, дней 10. Вот так вот долго. Я не привыкла. Обычно у нас достаточно быстрая доставка всех товаров с Wildberries. В общем, беленький, симпатичный. И я так смотрю, что мне подойдет. Буду с удовольствием носить его дома. Также под какие-то, наверное, объемные свитера. И добавлять даже для себя такой внутренний небольшой уют. Даже можно составить такой домашний уютный образ. Надеть велосипедки те же подобного цвета. Сверху кардиган и этот топ. Будет очень мило смотреться. По качеству, что хочу сказать. Здесь рисунок очень четкий. Знаете, такое ощущение, будто бы он вообще нарисованный на этой ткани. Как будто бы кто-то сидел и фломастером вырисовывал этих ежиков. Ну, конечно, нет. Это вообще печать, она уже внутренняя. Это как-то ткань вообще эта вышита. Здесь нет сверху никакой наклейки. Думаю, что белье будет служить долго. И по ткани это такой тонкий, приятный к телу хлопок. Ластовица внутри здесь также с ежиком. В общем, тут подглядывает. В прошлом видео уже примеряла эти колготки. Заказала себе их от бренда Inamore. И здесь 40 ден. Очень хорошие колготки. Мне они понравились. Хорошо растягиваются на них. Не было никаких зацепок. Когда я их получила, все надела. Тоже зацепки сразу не поставила. И если вы не смотрели мое прошлое видео, я вам очень советую. Там как раз я использовала их и показывала вам около 30, а нет, даже 30 ровно, образов на август и на уже снятябрь. Дальше, дальше. Следующее, нужно же и обстановку в квартире нам менять. Не только одну свечку поставить, но можно же еще и бюджетно повесить постеры. Постеры сейчас на ВБ стоит реально прям супер мало. Если сравнить с тем же Алиэкспресс. Там вообще просто какие-то космические цены. И мне девушка прислала просто офигенные постеры. Невероятные красоты, очень уютные. Но там был размер 30 на 40. А у нас держатели постеров, я тоже могу оставить на них ссылочку, они идут 50 на 70. Вот, у нас не картины. И я заказала, короче, постеры себе осенние в том же месте, где я уже делала заказ зимних и обычных весенних постеров. Там огромный выбор у этого продавца, и постеры вот приходят в таком состоянии. И надеюсь, что они будут такими же качественными, какие у нас. Ой, как красиво! Просто нереально! Сразу такое настроение уютное. Если честно, мне правда уже хочется осени. Хочется свежести, увидеть все эти листья красивые, оранжевые. Мне правда еще лето в сентябре продлится, наверное. Но я уверена, что в октябре я буду просто счастлива. Потому что сейчас уже, если честно, чуть-чуть от жары устали. И устали, я думаю, потому что у нас нет кондиционера. И вот эта духота, она, конечно, так чуть-чуть дает тебе уставать. Мне очень нравится, что эти три постеры, они не мрачные, а вот такие светлые, воодушевляющие. Видно, что такая осень, знаете, не хмурая, а солнечная, если можно так сказать. Ну или, по крайней мере, светлая. Очень умиротворяющее изображение. По качеству они достаточно плотные для постеров. Пойдет. А изображение, ну, конечно, не на 100 баллов, знаете, четкое. Ну, пойдет. Короче, за такие деньги вообще отлично. Просто зимой я на Али покупала один постер за 1000 рублей. Но там прямо вот вообще такая детальная прорисовка. И этот постер идет с Али на холсте. Вот. А эти, конечно, на такой бумаге. Блин, не знаю просто, что это за бумага. Тут мне еще недавно мои зрители посоветовали мне очистить мой чехол кислородным очистителем. И я думаю, нам с вами стоит попробовать это сделать. Я заказала себе новый кислородный очиститель от Brand Free. Если что, его можно использовать для всего. Он так и называется, средство для всего. Его можно купить на Азоне и на Wildberries. У него не повышается цена. Он стоит 390 рублей. Сегодня буду тестировать его на своем чехле. А также у меня снова сильно загрязнилась задняя поверхность сковородки. И обычно этот кислородный очиститель справляется с этим на ура. Если загрязнение такое сильное, как у меня, то нужно использовать его побольше. Не жалейте этих гранул. Насыпайте, заливайте кипятком 90 градусов. И как это вообще все работает? Все эти гранулы представляют собой кристаллизированную соду с перекисью водорода. Попадая в воду, начинается реакция шипения. Вода должна быть где-то от 60 градусов. И чем выше температура, тем эффективнее процесс. Выделяется активный кислород, который расщепляет загрязнение. И выталкивает его с поверхности наружу. У бренда есть расширенная инструкция, каким образом можно применять это средство. Я также очень люблю очищать свои кроссовки этим средством. Обычно беру одну столовую ложку гранул, заливаю кипятком. Получается такой раствор. И если загрязнение не сильное, то даже можно не замачивать вообще кроссовки в тазике, вот именно подошву. А просто брать губкой и вот так вот тереть по поверхности. Кроссовки просто становятся идеально чистыми и легко очищаются. В общем, очень люблю бренд Фри и этот кислородный очиститель. Помогает всегда мне добиться хорошего результата и при этом получить внутреннее даже, знаете, такое удовольствие, удовлетворение, которое я испытываю обычно от уборки. Когда все чисто вокруг, становится и на душе как-то спокойнее и радостнее жить. Своего рода такое созидание. Вы также советовали мне использовать этот кислородный очиститель для шторки, для душа. Она у меня там бесит не так долго, но уже пожелтела. Я уверена, через полчаса после замачивания в этом средстве просто станет все беленькое и как новое. Благодаря вам были обнаружены бюджетные салфетки для кухни. Там тоже же нужно устроить уют. И это кухонное полотенце, где написано Natural Time. Давайте посмотрим, откроем упаковку. Вообще, какое оно по качеству. Я думаю, будет классно смотреться в осеннюю пору. Здесь грибочки, листочки. Очень красивый шрифт. Просто волшебное полотенчика. И самое главное, да, скажи, что здесь есть. Да, здесь есть крючок. Вообще, думаю, купить материал и сделать крючки на всех полотенцах. Просто они у меня далеко не на всех есть. И это абсолютно неудобно. Такое полотенце можно повесить вот так вот и на духовой шкаф, чтобы вот так вот красиво на ручке оно свисало. Правда, надо, наверное, вот этой стороной вешать, потому что тут получается тогда надпись перевернута. Ну, в общем, можно куда угодно его положить. Можно и несколько заказать так-то. Вот. И еще дорожку на стол я заказала. Дорожка пришла, на самом деле, какой-то маленькой. Я рассчитывала на больший размер. Но в целом, возможно, это будет смотреться нормально. Не обязательно наша дорожка должна свисать с двух сторон. Или обязательно. Честно говоря, я не знаю. Я планировала стелить белую или бежевую скатерть. Как раз будет перекликаться с рисунком, который здесь есть. И это должно смотреться очень уютно. И по-осеннему так вот атмосферно. Здесь разные грибочки, листочки. Ой, ну вообще очень милая. И размер это 30 на 70. Сейчас посмотрю, есть ли там вообще другой размер, побольше. Другого размера нет. И на картинках так и было изображено, что дорожка не свисает. Пока не гладила, просто вот так вот приложила на наш стол сейчас. Потому что нужно будет, наверное, заменить и эти штучки, подкладки, и скатерть. У меня сейчас белая скатерть на встирке. И цветочки бы другие. Я думаю, уже мы когда приедем после отпуска, и в сентябре я сделаю влог, как украшаю все. И сделаем с вами тоже сервировку вместе с этой салфеткой. Следующие вещи это то, что уже давно нужно было сделать. Я вторым телефоном своим не пользуюсь, потому что уже как-то нет необходимости. Был период, когда я пользовалась двумя телефонами. Один был рабочий, другой больше для такой личной жизни, для обычных фотографий. Но все перешло у меня на один телефон, и теперь у меня здесь нет вообще памяти. Да ладно. Я решила этот телефон отдать Максиму. И мы сейчас из женского телефона такого розового золота сделаем мужской. Для этого я купила черный чехол. Он выглядит вот так. Сделан под Apple. Здесь даже есть логотип их стандартный, яблоко. И внутри он такой приятный, немного бархатный. В общем, сделано отлично. Вот так положила туда телефон. И как вы можете заметить, все, он стал а-ля мужским. И я также купила Максу попсокет. И сейчас его приклею сразу. Макс обычно ходит всегда с попсокетом. Это очень удобно. И он тоже обычный черный. Стоил что-то около 100 рублей. Вообще очень бюджетно. Хорошо открывается. В общем-то, рабочий попсокет. Все с ним нормально. И с чехлом, кстати, тоже. Кнопки отлично работают. Сейчас приклею посредине. Да, вроде да. Ну все. Теперь точно мужской такой телефон получился. Все отлично приклеилось. И хорошо попсокет держится. В общем, очень рада. А теперь осталось очистить этот телефон и отдать его Максиму. Нужно будет, правда, еще пленку сюда купить или стекло. Потому что здесь у меня пузырик, который не уходит почему-то. А для себя, для осени я купила новый ремешок. Я говорила вам, что я хочу себе бежевый ремешок. И уже как-то заказывала себе с Алиэкспресс такой. И он ко мне пришел не такого цвета. А я хотела вот именно этот цвет. Такой симпатичный бежевый оттенок. Очень молочный. Который будет подходить под мои осенние образы. Весна у меня и лето ассоциируется с таким нежно-розовым цветом. У меня вообще розовый ремешок оригинальный. И осенью, если честно, мне вообще не хочется носить. Потому что этот ремешок розовый. И мне хотелось всегда бежевый. С Алиэкспресс мало того, что ко мне пришел вообще не тот оттенок, который я хотела. Но еще и я не тот размер заказала. Поэтому отдала этот ремешок прошлый своей маме. Ой, вот такие у меня часики сейчас. Павел неправильно надела. И вот такие нейтральные часики у меня получились. Очень симпатично смотрится. Сразу захотелось надеть. Очень минималистично. Вся сегодня в украшениях. И последняя такая гаджет-покупка уже для моих наушников. Тоже переоденем их в более осеннюю такую гамму. Хотя у меня тут мишка коричневый. И есть коричневый тоже чехол. Но вы мне прислали вот такой милый пушистый букли чехол. Конечно, мне захотелось тоже его купить. И посмотреть, как он вообще будет выглядеть. Давайте распакуем. Как мило! Здесь идет резиновый. Внутри белый такой чехол. И сверху ткань типа букли, а также золотой карабин и золотой... Причем маленький есть карабинчик, да? Как-то здесь неправильно закреплено немного. Про идею есть крутящийся элемент, куда нужно закрепить сам карабин основной. Кольцо я бы вообще, наверное, сняла. Оно слишком громоздкое. Но самое главное здесь это вышивка. И подождите, у меня не вылазят наушники. Почему? Нет, не втискиваются. Правда, что это не та серия? А что у наушников разные серии? Они разного размера? Честно говоря, я не знала, что такие продольные наушники, они идут в разных размерах. Я думала, что кейс у всех одинаковый. Просто наушники уже меняются. Оказывается, это на AirPods 3. На третье поколение. И этот, к сожалению, кейс, он мне маленький. Блин, очень обидно. Ну да ладно. Может быть, мне получится его поменять? Не знаю. Надо постараться найти тогда такой чехол для себя. Потому что я уже настроилась, что у меня осенью будет вот такой милый мягкий мишка. Что ж, я такая невнимательная. Давайте еще немного посмотрим одежду. Одна девушка прислала мне вот такой красивый трикотажный костюм. Он есть в самых разных цветах. На момент моей покупки его стоимость была 3000 рублей. Девушка прислала, правда, мне, по-моему, в зеленом цвете. Но я решила купить бежевый. И посмотреть его. Так как бежевый это самый такой оттенок, который часто различается с карточки товара и в жизни. В целом совпадение на 90%. Может быть, чуть-чуть вот именно более светлый был там. Но мне очень нравится. Все устраивает. Бренд называется Camila Style. Производство Россия. И больше всего мне понравился состав. Здесь 60% шерсти и 40% акрила. Просто замечательный состав. В этом костюме будет тепло в октябре. Будет замечательно ходить с черными ботинками. Просто с коричневыми даже сочетать можно ботинками, которые я вам показывала вот в прошлом выпуске. Здесь очень такое аккуратное горло, которое не будет давить. Здесь хорошие швы. Все отлично сделано. Вязка тоже прекрасная. Сейчас покажу еще верх брюк вам. На свитере, кстати, разрезы есть. Хорошо и обтекаемость будет бедер. Здесь резинка, как вы видите, есть. И можно затянуть с помощью веревки. А также есть карман из двух сторон. Вообще отличный костюм. И я советую, если вам нравится горчичный цвет, и вы находите в этом цвете цвет осени. Мне, правда, тоже очень нравится. Но как-то я как будто бы теряюсь в цвете горчичном. Но для меня этот цвет тоже очень уютный. И именно такой цвет сейчас еще есть в наличии. В общем, костюмчик что надо. Это просто отличный. Вот ему я ставлю просто 5 с плюсом. И еще есть одна вещь, которую я не распаковала. И я просто так надеюсь, что ей я тоже поставлю 5 с плюсом. Это такой капюшон-утеплитель. У продавца он называется капор. И выглядит он вот так. Видите, такой длинный получается капор. Буквально майка. И сзади есть здесь такой вот пояс, которым вы можете этот капор на своей талии обвязать, чтобы он вверх не стремился. Конечно же, этот капор надевается под куртку для утепления. Но я думаю, что если вы любите стильные образы, можно как-то вот и как девушка на карточке товара просто вот так одеться. И сверху, скажем так, утеплить зону шеи и груди и голову надеть этот капюшон. Капюшон здесь нормальный. В целом он не настолько, знаете, объемный этот капор, какой я ожидала. Бежевый здесь идет больше в желтый какой-то оттенок, а не в тепло такой бежево-капучино цвет. Мне хотелось ближе к капучино, чтобы серо-бежевый был. Но этот оттенок меня также устраивает. Я хотела себе какой-то капор такой очень длинный, чтобы вся грудь была защищена и туда не поступал ветер. Так как у меня вот зона шеи, она очень чувствительна к ветру. И даже под пальто я с удовольствием буду надевать этот капор, надевая капюшон, когда мне стало холодно. Здесь можно его затянуть на шее с помощью такого карабина. И, как я уже сказала, пояс есть на талии и карабинчик также есть на капюшоне. Если вы, допустим, хотите, чтобы капюшон как-то излишне не болтался, тоже можно его затянуть. Ну, в общем, капор хороший, но, если честно, поставлю ему за оттенок бежевого и за величину пуха, ну, 4,5. А так по качеству все отлично. Предпоследняя уютная вещь на сегодня. И это свеча. Она была доставлена вот в такой коробке, хорошо упакована в пупырку. Хочу отметить, что я заказывала эту свечу второй раз. Первый раз ко мне она пришла не в очень хорошем состоянии. Она как будто бы немного расплавилась и уже даже в коробке, в картонной, был жирное пятно такое большое. И вся свеча была как будто бы в масле. Я решила не забирать ее с пункта и перезаказала. И здесь вот такое уже хорошее матовое стекло, абсолютно чистая этикетка. Там и этикетка, знаете, была пропитана уже маслом и вряд ли это можно было бы как-то убрать. Вот. И это бренд by Candle Lab и вкус, вернее аромат, тыквенный пирог. Ну, знаете, я бы попробовала. Надеюсь, что будет пахнуть тыквенным пирогом. Но аромат, если честно, далек от предыдущей свечи. То есть свеча предыдущая это просто, не знаю, 100 из 10. Это, ну, пахнет еле-еле и интересно будет, как она раскроется. Здесь натуральный кокосовый воск. И если честно, вот кокос я чувствую, ну, очень легкий такой кокос. Но не тыквенный пирог. Ну, как-то ваниль есть. Ну, что там, далеко-далеко где-то есть, может быть, от тыквы? Ну, не так, короче. Просто на сравнении двух этих свеч. Та прям супер-растения. Это сладенькая такая, свеженькая. Не знаю, надо у Макса спросить, чувствует ли он здесь тыквенный пирог. Ну, стоит отметить, что стоила она бюджетно всего 300 рублей. Здесь 100 миллилитров и хватает этого на 20 часов горения. Ну, и смотрится суперэстетично. Надпись, конечно, тоже сделана круто. Понюхай, как ты думаешь, пахнет тыквенным пирогом? Не знаю, как пирогом, но тыквой однозначно пахнет. Пахнет? Я вообще не чувствую. Для меня пахнет кокосом и ванилью. Ванильная есть, что ли? Но тыква, она сама по себе такая. Да. Видимо, из-за того, что пирог, поэтому она дает ванилью. Ну, наверное. Тыква точно есть. Ну, для меня, наверное, тыква, это вот уже как Buffon Body Works. Они их совсем как-то по-другому тыкву передают. Это именно более натуральная тыква. Ну, ладно, натуральная тыква, значит, все. Видите, это у меня просто уже совсем все взбито. Последняя вещь на сегодня. Я показывала вам вот этот крабик. Помните? Он золотой. И здесь сверху такая атласная бабочка, которая очень тоненькая. И мне это не понравилось. Но я решила все равно оставить себе этот крабик. И заказала тот, о котором я говорила в прошлом выпуске. Здесь пластиковый крабик, достаточно большой. В моем случае пластик держит намного хуже волоса. А вот атласного материала в этом крабике уж точно не пожалели для бабочки. Она, как вы можете заметить, в два раза больше. И это мне намного больше нравится. Выглядит этот крабик намного эффектнее, милее и объемнее. Очень рада, очень мило будет смотреться на волосах. Сейчас сразу попробую. Так легко заколола. И вот так выглядят волосы в этом крабике. Такой еще, кстати, был в бежевом цвете. И тоже сам крабик идет бежевый. Надеюсь, в бежевом цвет крабика и ленточки не отличается. Потому что, конечно, когда это одинаковый оттенок, крабик теряется. И как будто вы просто вот так вот, скажем так, двумя бантиками закололи свои волосы. На этом я заканчиваю свой ролик. Надеюсь, вам он понравился. Обязательно поставьте палец вверх. Мне будет очень приятно. Это безумно полезно. Сказывается на канале. Вообще, он поднимается вверх. И в рекомендации попадает. Поэтому, если вам не сложно, поставьте этот палец. А также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Я также буду ждать вас в своем телеграм-канале и на своем втором канале. Мечтаю, действуйте и никогда не останавливайтесь. Всем пока-пока!